Строим будущее или сколько школ и детских садов появятся на Кубани? Об этом прямо сейчас расскажет тема дня и я, Анна Тур. Здравствуйте. В Краснодарском крае на строительство соцобъекта в 2019 году выделено почти 8 миллиардов рублей. В крае сейчас идет строительство 11 детских садов, 15 школ, 17 спортивных объектов. Кроме того, в бюджете края заложат средства для выкупа участков под школы и детские сады в Кубанской столице. Проект нового генплана Краснодара подразумевает значительное увеличение числа таких социальных объектов. Сколько школ нужно Кубани, как идет их строительство, об этом сегодня поговорим с нашими гостями. Я с удовольствием представляю. Это Михаил Федорович Аркесов, начальник управления реализации государственной политики в области строительства Департамента строительства Краснодарского края. Михаил Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Владиславович Артюхин, начальник отдела реализации приоритетных объектов краевой собственности Департамента строительства края. Здравствуйте. Если говорить о том, какую работу идет департамент по возведению соцобъектов, то есть какие сейчас, может быть, в работе находятся, сколько уже за этот год построено, Михаил Федорович, о чем можно уже сказать? Добрый день, уважаемые телезрители. Департамент строительства является главным распорядителем бюджетных средств в рамках двух государственных программ Краснодарского края. Это социально-экономическое и национальное развитие Краснодарского края, а также комплексное развитие в области строительства и архитектуры. В рамках этих двух госпрограмм в 2019 году нами планируется уже часть построена и до конца года 26 объектов дошкольного и школьного образования. Это 11 объектов дошкольного образования и 15 объектов общего образования. Финансирование в этом году планируется в размере 4,4 миллиарда рублей. Хочу отметить, что строительство школ ведется не только в тех сформированных уже районах исторически, где существует уже перенаселение и требуются новые места, но также и в новых районах, где ведется крупная массовая застройка. Василий Владимирович, хотелось спросить Вас, какую работу в формате выбора подрядчиков ведет департамент, либо это в принципе такая открытая система? Это процедура абсолютно прозрачная, она открытая, она через единую информационную систему размещается конкурсная документация. В принципе, любой подрядной организации могут принять участие в строительстве данных школ после размещения и извещения в соответствии с 44-м федеральным законом на портале документов. То есть сложности никаких в этом нет? Я так понимаю, что застройщики работают уже с готовыми проектами, да, Михаил Федорович? Да, совершенно верно. Это проекты, которые обязательно прошли и получили положительное заключение государственной экспертизы, которые соответствуют всем необходимым нормативам по соотношению. Есть такое понятие экономической целесообразности и так далее. И сейчас, более того, применяется с целью оптимизации затрат бюджетных средств, применяется понятие типовой проект. То есть используется только типовая документация, но осуществляется корректировка проекта, это небольшие суммы выделяются муниципальными образованиями, в части привязки к конкретным участкам. Потому что мы понимаем, что везде разная идеология, подвод коммуникации и так далее, такую работу необходимо проводить. А в каких муниципалитетах сегодня больше всего школ строится? Какие заявки у вас уже есть? Так сказать невозможно. Мы можем вам сказать, сколько у нас построено на сегодняшний момент. К 1 сентября у нас построено уже 9 школ. В Крае это вместимостью 6500 мест. Это школа в детском районе на 1100 мест. В Сочи построили 2 школы по 400 мест каждая. В Приморско-Ахтарском построена школа на 350 мест. В Новороссийске школа на 1100 мест. В Краснодаре 2 школы на 400 мест. Каждая школа в Краснодаре на 1500 мест. В Славянске на Кубани 825 мест. Кроме, помимо этого, мы планируем завершить строительство еще двух школ в Кропоткине и Анапе. Двух школ по 400 мест. Это планируется завершить в этом году. А на следующие годы какие-то планы уже известны? Есть ли наметки? Мы в 2019 году планируем начало строительства еще четырех школ со сроками ввода в эксплуатацию. В 2020 году это в Армавире планируем на 1150 мест, в Калиновске на 550 мест, в Краснодаре на 300 мест, в Тиммейтшевске на 400 мест. То есть в этом году начнете еще? Это в этом году. Помимо этого, у нас в рамках программы жилища идет строительство трех школ общей вместимостью на 3300 мест с вводом в эксплуатацию в 2021 годах. Михаил Федорович, последние пять лет у нас не бывало, наверное, даже больше миграционный приток населения из других регионов. И, конечно, в том числе и с этим я могу сказать, что связано такое большое количество и детей в школах, и такой бум школьного строительства. Если говорить о том, насколько отличается количество социальных объектов, которые вы контролируете, в том числе, которые строятся в крае, намного их становится больше за последний промежуток? Безусловно, за последних лет тенденция количества увеличивается, можно сказать, даже с геометрической прогрессией. Этому способствует, во-первых, и реализация в рамках государственных программ, нацпроектов, общая политика государства, которая направлена на улучшение социальной жизни и удобства граждан Российской Федерации. Но здесь получается палка о двух концах. Самые привлекательные города и крупные в нашем регионе, это город Краснодар, город Сочи, города-побережье, которые наиболее привлекательны, скажем так, для граждан всей страны, даже иностранных граждан, они несут на себе вот эту социальную ответственность. Поэтому они вынуждены, во-первых, закрывать свою потребность, тем самым они являются лидерами этого нашего рынка и направления по строительству социальных объектов, но при этом у них также возникает проблема все равно по очередям, действительно, в детских, дошкольных учреждениях и вообще образовательных школах. У нас Краснодар вообще, по-моему, прославится на всю Россию, потому что первые шеи в этом году только в нашем городе есть, и все про это уже знают. Если говорить о тех местах, которые чаще всего нуждаются и больше всего нуждаются в школах, то какие-то точки на карте? Ну вот побережье, Краснодар я услышала. Если говорить о районах, то это прежде всего новая застройка? И как вообще строительные компании реагируют на строительство социальных объектов? Они готовы это делать? Ну, по практике мы понимаем, что все-таки потребность и, в принципе, направленность жителей, они живут в какой-то агломерации, то есть в крупной агломерации, в крупных городах. Если мы говорим об остальных районах, у которых численность до 100-150 тысяч, там более-менее миграционные потоки сглажены, и они нуждаются иногда только в строительстве либо пристройки, либо в каком-то открытии общеобразовательного учреждения. Также я думаю, что в настоящее время развивается ведь и практика частных образовательных учреждений. Где-то, возможно, и за счет этого покрывается та необходимая потребность в этом плане в небольших городах. Если смотреть чуть дальше, чем в следующий год, то какие планы, может быть, можно уже сегодня построить по строительству школ на Кубани? Будет ли сохраняться такой миграционный поток или может быть какой-то затишье? Что говорят специалисты администрации? Ну, во-первых, надо понимать, что строительство школы, этот процесс занимает, есть такое понятие, проект организации строительства, и по нему вычисляется, сколько вообще необходимо строительство школы. Оно занимает от двух лет до четырех. Мы максимально пытаемся эти сроки оптимизировать. И, кстати, некоторые муниципальные образования в этом году на несколько месяцев раньше, специально к первому сентября, сдали свои объекты. Какие это муниципальные образования? Это муниципальные образования в городе Краснодар и в городе Сочи. Да, они раньше сроков выполнили работы. Это первый момент. Второй момент. Все равно сейчас ведется политика комплексной застройки региона, где мы понимаем, насколько выдано разрешение на строительство квадратных метров, сколько там будет находиться и проживать людей. И за счет этого существуют еще некие механизмы, скажем так, социальной направленности, когда застройщик может либо сам построить социальные объекты, потом с последующим выкупом государством, либо предоставить ту землю в рамках своей застройки на безвозмездной основе под строительство социального объекта за бюджетные средства. И в персонале такие случаи есть? Да, два случая у нас выкупа дошкольных учреждений на 340 мест. В этом году выкупили два детских садика. Кстати, тоже про детский садик сейчас пойдет речь с еще одним нашим экспертом по телефону с нами на связи из Крымского района, где сейчас идет строительство детского сада номер один в две смены. В ноябре объект намечено уже сдать в эксплуатацию. Почему возникла необходимость в таких условиях, в таких быстрых сроках стройки и какие еще объекты социальной инфраструктуры планируется возвести в Крымском районе? Об этом мы спросим у Станислава Дмитриевича Казанжи. Это заместитель главы Крымского района. Станислав Дмитриевич, здравствуйте. Добрый день. Какие соцобъекты открыты в районе в этом году? И вот про детский садик, который строите в две смены, расскажите поподробнее. В этом году мы открыли у Станицы Троицкой, это и объекты. Мы завершили капитальный ремонт Дома культуры, завершили капитальный ремонт амбулатории и открыли дополнительный корпус детского сада на 50 мест. Благодаря этому поселению закрыта очередь в дошкольные образовательные учреждения. Также в Нижнебаканском сельском поселении мы открыли спортивную площадку с воркаутом и точно так же корпус дополнительный в детском саде на 30 мест. Станислав Дмитриевич. Ремонтировали несколько больших детских садов, несколько школ в районе. Если говорить о том, как сдаются объекты в срок, быстрее получается, и в этом формате как уделяются вопросам качества, внимания? В основном, конечно же, мы все объекты сдаем в срок. Это большая систематическая работа от составления десертных актов до, в конечном итоге, грамотного ежедневного контроля на объектах, техническим надзором, инженерами, всеми службами, в том числе и администрации отдела строительства. Но бывают и такие детские сады, как вы заметили, первый детский сад. Работаем на две смены, потому что мы имеем обязательства без нашими жителями открыть вовно и при месяце. Сейчас ведутся отделочные работы на детском саду. Детский сад будет на 80 мест. Успеете? В декабре. Конечно, конечно. В декабре будем принимать детей. Параллельно будет идти с работой по лицензированию. Какие-нибудь планы на следующий год уже есть по строительству соцобъектов? О которых можно сказать? В этом году мы будем закладывать еще две пристройки больших на 50 мест в двух садах. Закладываем две большие школы. Станица Варениковская и в пригородном сельском поселении. В пригородном на 400 мест. В Варениковской станится большую школу на 820 мест. То есть у нас обширные, большие планы по развитию социальной сферы. Спасибо большое, Станислав Дмитриевич, за Ваш комментарий. Спасибо большое. И хотел еще спросить, знаете, Михаил Федорович, о чем? Вот упомянули уже о том, что Краснодар выкупает какие-то участки. Насколько активно строители идут на такую схему работы? Вообще выгодна им такая схема работы? Ну, безусловно, выгодно, потому что сами застройщики понимают, что сейчас, вот, казалось бы, лет 15-20 назад, я думаю, когда люди покупали квартиру или строили дом, ну, не в первую очередь они обращали внимание на то, близко ли школа, близко ли детский сад, как далеко остановка и так далее. Сейчас тенденция жизни очень сильно изменилась. И в первую очередь спрос, тем более повышенный спрос, ведется на те объекты, которые обеспечены инфраструктурой, где люди понимают, что не сейчас, но через 2-3 года там будет сложившаяся инфраструктура, и они с удовольствием где-то, может, даже переплатят эти деньги, но возьмут там, где будет удобно жить. Поэтому это в первую очередь, в том числе, в интересах застройщиков. Если говорить про районы, где самый большой, ну, вот, если не брать Краснодар-Сочи, да, где просто пик миграционного, скажем так, переезда, какие районы самые активные по строительству соцобъектов у нас в крае? Я бы мог выделить еще муниципальный район города Армавир, также на побережье у нас Новороссийск, Геленджик, Анапа, участвуют в наших мероприятиях. Александр Владиславович, хотел у вас уточнить вопрос такой, как муниципалитеты там работаются именно строительством соцобъектов, продолжая, да, от Михаила Федоровича, насколько эффективно, быстро идет согласование каких-то моментов документов, подбор в том числе специалистов, может быть, консультации, как вы их консультируете? Мы осуществляем постоянный мониторинг путем телефонных перегоров, выездов непосредственно на объекты, реализуемые в рамках данных программ. Постоянно проводим селекторные совещания, проводим, проверяем правильность работы с рейсинг-контролем, как организовывают муниципалитеты, свои работы, как их не подведываются на учреждения, работают, чтобы вовремя и качественно социальные объекты были построены и введены в эксплуатацию. Сколько еще времени остается, когда объект уже введен в эксплуатацию на исправление, может быть, каких-то недочетов? Бывают такие ситуации? Все недочеты будут исправлены в гарантийные обязательства, это составляет порядка пяти лет, но такие случаи очень редки, потому что подрядчик, в первую очередь, несет ответственность за качество выполненных работ в соответствии с градостроительным кодексом. Активна ли иду строительная компания, вот не то, чтобы быть подрядчиками таких объектов? Ну, если строятся объекты, значит, идут. То, что проводят конкурсные процедуры, значит, это выгодно. И, в первую очередь, они помогают жителям Краснодарского края. Ну, свои репутации, как правильно сказал, Ихан Судович, потому что, в принципе, квартиры лучше продаются в тех районах, где есть социальная инфраструктура. Спасибо вам большое, что смогли к нам прийти и рассказать об этом более подробно. Тема дня продолжается. Через несколько минут вернусь в студию, расскажу, о чем будет вечером через края. Пока. Реклама на Кубань-24.